Всем привет, это Фудсторм и я Антон Романов. Сегодня готовим поки. Это очень интересное блюдо, которое радует меня своей простотой в исполнении. И оно сейчас очень популярно. Вариантов поки множество. Главное это сырая рыба. Чаще всего тунец, а все остальное выбирайте сами. У меня это лосось, замороженные бобы эдамами, которые можно заменить на замороженный зеленый горошек, манго, авокадо, кинза. Закидываем эдамами на 30 секунд в кипяток. Затем сразу охлаждаем, чтобы остановить приготовление. И отчаем. Если у вас горошек, очень важно, чтобы он был качественным. Иначе он просто испортит весь вкус. Не спрашивайте, какой горошек лучше брать. Идеальный я еще не нашел. Но если вы знаете, обязательно пишите в комментариях. Манго слоумо. Когда режете манго, держите вторую руку на манго, а не на линии перед ножом. А то шух и манго с соусом. Признаюсь, манго нам попался не очень. Жестковатый. Но для вас это ничего не меняет. Надрезаем. Выворачиваем. Срезаем. Авокадо слоумо. Авокадо средней жесткости. Нарезаем на кубики по одному сантиметру, как манго. Авокадо немного поливаем лаймом, чтобы оно не потемнело. Да и так вкуснее. Переходим к рыбе. Я выбрал сырой лосось. Но также можно взять сырой тунец, готового осьминога, сырого вы заколебете жевать, или креветки. Что бы то ни было, нарезаем его кубиком. Заготовки есть. Теперь нужен соус. Закидываем в миску горчицу и сахарный сироп. Чтобы сделать сахарный сироп, в кастрюлю засыпаем сахар, добавляем воду в соотношении 1 к 3, вода сахар. И на медленном огне варим до сиропообразного состояния. Это займет примерно 3-5 минут. Возвращаемся к горчице с сиропом. Перемешиваем и понемногу добавляем соевый соус. А теперь, очень важно, добавляем кунжутное масло и при этом продолжаем мешать, чтобы соус не отсекся. Также тонкой струйкой заливаем подсолнечное рафинированное масло и одновременно перемешиваем. Кунжутного не добавляйте много, так как концентрация вкуса будет очень высокой. Немного кислоты, лаймовый сок готово. Теперь осталось собрать. В качестве гарнира я взял рис басмати. Как его готовить на нашей странице, можно найти целых два способа. Рис можно заменить на кинуа, кускус или гречку. Гречку тогда надо подавать с осетром, будет по-кепу русский. А можно подавать вообще без гарнира. Далее по кругу выкладываем все ингредиенты. Какая разноцветная прелесть получается. Кинза для пряности, немного кунжута и, конечно же, соус. Это может быть соус винегрет, как у меня, какой-то соус на майонезной основе. Или же острый фруктовый по типу кимчи. Предлагайте в комментариях, с каким бы вы подали соусом. На этом все. Ставьте этому видео лайк и займитесь едой. Это был Фудсторм, я Антон Романов. Пока.